В Казахстане увеличили интервал между двумя компонентами спутника ВИ. Прививать вторым теперь будут не через 21 день, а через 45. Главный санврач страны Ерлан Киясов уверяет, что это ускорит иммунизацию населения. Разработчики вакцины ничего плохого в нововведении не видят. В центре имени Гамалеи говорят, что 6 недель между уколами вполне допустимый срок. Вот только казахстанские врачи оптимизма не разделяют. Они считают, что такие правила лишь увеличат риск заражения коронавирусом. Ирина Крештоп о новом графике вакцинации. Новое постановление главного санитарного врача страны оказалось сюрпризом. Ерлан Киясов распорядился увеличить интервал между двумя компонентами с 21 дня до 45. Так в Минздраве хотят ускорить темпы иммунизации населения. Увеличение интервала не влияет на силу иммунного ответа. Это позволит значительно ускорить иммунизацию населения. В ряде случаев удлинение интервала приводит к увеличению силы и длительности иммунного ответа у человека. Разработчики вакцины «Спутник Ви» уверяют, что антитела после введения первой дозы держатся 90 дней. Ученые центра имени Гамалеи действительно разрешили сдвинуть сроки вакцинации вторым компонентом. Но инструкцию к препарату пока переписывать не стали. В России по-прежнему прививают с разницей в три недели. Часть недель – это допущенный, разрешенный вариант для тех мест, для тех вакцинации, где, допустим, есть какие-то проблемы с введением второго компонента. На всякий случай, возможно, правительство Казахстана решили получить максимум прививок по первому компоненту. Начальный иммунитет нас здесь и сейчас. На эффективность компонентов повлияло только, что пик вакцинации наступает. Несколько медленнее пик антител и иммунного ответа. Это как раз и напугало казахстанских врачей. В условиях пандемии такие эксперименты ни к чему хорошему не приведут, уверяют специалисты. Полный иммунитет коронавирусу вырабатывается через несколько недель после получения двух компонентов. Чем длиннее интервал между первой и второй дозами, тем выше риск подхватить вирус. Это значит, что полноценный иммунитет у людей выработается через 2-3 недели после 45 дней. То есть, представляете, с первой дозы через 2-3 недели после второй дозы у людей будет просто больше шансов заразиться. Это может создать благоприятную среду для развития новых мутаций. Увеличение срока между двумя дозами не ускоряет сроки вакцинации. Наоборот, это удлиняет, это простая математика. Специалисты опасаются, что через полтора месяца за второй дозой вакцины люди просто не придут. Одни забудут, другие побоятся побочных эффектов. К тому же, ждать формирования коллективного иммунитета теперь придется дольше. Ирина Крештоп, Большие новости.